Если я представлюсь вам вот таким образом, то много о себе не расскажу. Совсем другое дело, если я представлюсь вот так. Этот курс читает Леонтьев Руслан, выпускник Американского университета в Центральной Азии, обладатель степени бакалавра в области психологии, опытный преподаватель английского языка и сочинений, который применяет современные исследования и знания из области психологии, чтобы сделать процесс обучения более эффективным и интерактивным. Мне приятно представиться вам, но суть вовсе не во мне. Суть в том, что я передал вам значительные массивы информации в рамках одного единственного предложения. Помогли мне в этом специальные словосочетания, которые называются appositives. То, что выделено красным, это appositives. То, что выделено зеленым, это adjective close. Об adjective close вы узнаете в следующих лекциях. Суть appositive и adjective close одна и та же – дать дополнительную информацию о существительном, присутствующем в этом же предложении. Однако, по своим свойствам они отличаются. Сегодня мы рассмотрим лишь характеристики appositives. Так что же такое сам по себе appositive? Appositive is a noun phrase that provides additional information, modifies or clarifies certain nouns. This noun is called master noun. Определение гласит, что appositive – это словосочетание, которое обеспечивает дополнительную информацию, определяет или уточняет некое имя существительное, встречающееся в том же предложении, что и сам appositive. Причем, это существительное, о котором appositive дает дополнительную информацию, то есть существительное, которому appositive служит, называется master noun – существительное хозяин. Кроме того, что appositive имеет master noun, у него есть еще и другие характеристики. В 90% случаев appositive начинается с какого-нибудь артикля. Далее. Внутри appositive нет глагола. Любые части речи, любые другие части речи, но не глагол. Далее. Любой appositive заканчивается на имя существительное. Далее. Предлоги могут быть внутри appositive, только в середине. Appositive никогда не может начинаться с предлога. И последнее. Внутри appositive нет relative pronoun. Давайте посмотрим, соблюдены ли все характеристики, все критерии appositive в нашем предложении. Напоминаю вам, что рассматривать мы будем лишь фразы, обозначенные красным цветом, потому что именно они являются appositive. Вопрос номер один. Есть ли master noun? Да, есть. Этот master noun – Леонтьев Руслан. Все фразы, выделенные красным цветом, служат для того, чтобы дать дополнительную информацию о том, кто такой Леонтьев Руслан. Поэтому master noun имеется у всех у них. Это первая характеристика. Вторая характеристика. Все они начинаются с артикля. Третья. Внутри отсутствует глагол. Посмотрите, пробегите с глазами по каждому из слов. Вы найдете любые части речи, кроме глагола. Третья характеристика. Все заканчиваются именами существительными. Central Asia – имя существительное, Psychology – имя существительное, Writing Tutor – имя существительное. Четвертая характеристика. Есть предлог в последнем оппозитиве, но он находится не в начале, потому что в начале ему находиться нельзя, он находится в середине. И пятая характеристика – это отсутствие relative pronoun. А что такое relative pronoun? Иногда relative pronoun называют subordinator или close maker. Это всего лишь разные названия одного и того же. Relative pronoun – это такие вводные слова, как who, when, which, that, if. Перепишите и выучите наизусть содержимое этого слайда. Вот увидите, это вам еще пригодится. Возвращаемся обратно и посмотрим, имеется ли relative pronoun в наших оппозитивах. Нет, не имеется. То есть здесь нет таких фраз, как when, if, which. Значит, отмеченный красным цветом действительно является оппозитивом. Все характеристики того, что мы называем оппозитив, здесь соблюдены. Кстати, забегая вперед, намекну вам, что разница между оппозитивом и adjective close, примером которого является фраза, выделенная зеленым цветом. Разница между оппозитивом и adjective close заключается в том, что adjective close, во-первых, имеет внутри relative pronoun, вы видите, что он начинается с relative pronoun на who, а во-вторых, также имеет глагол applies. У оппозитива есть еще и седьмая характеристика, которой нет у adjective close. Оппозитив всегда выделяется с двух сторон запятыми. В первом предложении зеленым цветом обозначен оппозитив, в последующих предложениях, в последующих двух предложениях красным отмеченный adjective close. Обратите внимание на запятые. Зеленое выделено с двух сторон запятыми. Красное выделено либо частично, либо вообще не выделено. И у оппозитив, и у adjective close есть master noun, то есть то существительное, которому они служат, которое они определяют. Однако, в отличие от adjective close, оппозитив может находиться как сразу перед, так и сразу после master noun. А вот adjective close идет только после master noun. На данном слайде пример того, как оппозитив может находиться либо сразу после master noun, либо сразу перед master noun. Master noun выделен синим цветом, а оппозитив – зеленым. Также запомните, что между оппозитивом и самим master noun нет ничего, кроме запятой. То есть другие слова и части речи не имеют права находиться между ними. Еще одна характеристика оппозитива заключается в том, что оппозитив – это съемная конструкция. То есть если вы вытащите ее из предложения, предложение в целом по смыслу не пострадает. Перед вами предложение, которое вы можете прочитать как с оппозитивами, так и без них. Смысл предложения от этого в целом не пострадает. Поэтому запомните, что оппозитив является съемной конструкцией. Напоследок разберем примеры того, что не является оппозитивом. Без предлога вначале это был бы идеальный оппозитив. Предлоги могут присутствовать внутри оппозитива, но при этом сам оппозитив никогда не может начинаться с предлога. Relative pronoun because и глагол have являются лишними. Тот факт, что фраза начинается с предлога, а также то, что в ней присутствует глагол, и оканчивается она совсем не на имя существительное, а на речием, все это лишает данную фразу титула оппозитив. When и глагол is, все это лишнее, да и к тому же еще и запятая в середине. Все это недопустимо для оппозитива. Здесь прилагательное в конце, а мы знаем, что любой оппозитив заканчивается на имя существительное. Вам были показаны примеры того, что не является оппозитивом. Приглашаю вас ответить на вопрос, является ли данная конструкция оппозитива. Отвечая на вопрос, используйте все знания, которые вы получили, то есть вспомните о всех характеристиках оппозитива. Отвечая на поставленный вопрос, да является. Во-первых, выделено запятыми, во-вторых, начинается с артикля и заканчивается существительным, в-третьих, внутри нет глагола и relative pronoun, таких как when, where, while, who's и так далее. Может ли эта фраза быть оппозитива, несмотря на тот факт, что она не начинается с артикля? Да, потому что конечное существительное во множественном числе. Следовательно, мы используем zero-article, нулевой артикль. Это обозначение отсутствия какого-либо артикля. Zero-article присутствует для существительных во множественном числе, и поэтому допускается в оппозитив, содержащем существительное во множественном числе. Как насчет этого предложения? Это, дамы и господа, классический вариант оппозитива, придраться не к чему. Есть ли оппозитив в этом предложении? Да, здесь идеальный оппозитив, который начинается с артикля, внутри нет глагола, заканчивается именем существитель. Внутри нет ни запятых, ни предлогов, ни relative pronouns. При решении настоящих задач теста TOEFL, содержащих оппозитив, вы сталкиваетесь с двумя проблемами. Во-первых, оппозитив нужен, но его нет. Нет. Вторая проблема оппозитива есть, но он не нужен. Поясню, например, если вы увидели, что предложение обрывается именем существительным, в особенности именем собственным, как, например, Барбара Тучман, то у вас появилось первое подозрение на оппозитив. Почему? Потому что существительное, на котором прерывается предложение, скорее всего, превратится в мастер-нау. А вместо пробела будет стоять то, что определяет мастер-нау. Далее вы видите, что сам пробел в предложении выделен запятыми с двух сторон. Делайте вывод о необходимости оппозитива. Затем смотрите на варианты ответов и ищите тот, который имеет в себе все критерии оппозитива. В данном случае вариант C. Почему? Потому что в нем нет глагола, он начинается с артикла, заканчивается на имя существительное и так далее. Все характеристики того, что мы называем оппозитивом, присутствуют в нем. Можно найти правильный ответ от противоположного, ответив на вопрос, почему другие варианты не являются оппозитивом. Вариант B заканчивается на relative pronoun, relative pronoun вообще не допустим в оппозитиве. Вариант A и D имеют в себе глагол, поэтому отпадает. Ничего не остается, кроме как выбрать C. Это и есть правильный ответ. В конце решения обязательно проверьте переводом. Барбара Тучман, американский историк, получила Пуллицеровскую премию за публистические работы в 1963 и 1972 годах. В чем ошибка данного предложения? Какую бы технику вы использовали для того, чтобы обнаружить ошибку? Постарайтесь ответить на эти вопросы самостоятельно. Для чего поставьте видео на паузу. Прошло время мне ответить на вопрос. Следующая проблема в задачах теста TOEFL, оппозитив есть, но он не нужен. Это значит, что иногда TOEFL старается сделать простое предложение более запутанным, понаставив в него большое количество оппозитивов. Они не нужны, они вас стрессуют, а иногда даже не дают увидеть связь между подлежащим и сказуемым. Помните в лекциях я говорил вам о том, что оппозитив это съемная конструкция? Так снимите же его. Предложение не пострадает, если вы вычеркните оппозитив. Сделав это, вы легко заметите, что подлежащий октопус дублируется местомением it. Так не должно быть. Зачем нам два одинаковых по смыслу подлежащих? Зачеркнем it, оставим октопус. Вот мы и решили эту задачу. Как мы это сделали? Мы убрали оппозитив, который мешал нам видеть связь между подлежащим и сказуемым. Который мешал нам видеть факт того, что присутствует двойное подлежащее. Спасибо большое за внимание. Приступайте к практике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова